Сегодня Гумельский институт радиологии – главная организация у реализации Державной Чарнобыльской программы на 2016-2020 годы. История ГТХ-новикового центра наличная маль 30 годов, а сам факт его заявления связан с трагичными подеями 1986 года. На момент аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Беларуси не было научных школ, научных коллективов и научных учреждений, которые занимались бы проблемами радиокологии, радиационной гигиены, вопросами сельскохозяйственной радиологии. Профильные навыковые установы было выращено открывать у Гумеля. Одным из первых был створен белорусский филиал всесоюзного навыково-доследчика института сельскохозяйственной радиологии. Позднее его переименовали в институт радиологии. Задачи перед установой поставили глобальные – провести комплексные доследования забруженных территорий и распроцвать навыково-брунтованные рекомендации для ведения там сельской господарки. Первый проект мы реализовывали на территории Брагинского района – это Ксуп Моложенский. Называлось так это восстановление загрязненных территорий в результате чернобыльской аварии с использованием новых экологических технологий. Про выники такой навыково-доследшей працы лепш за все кажут с личбы. Запасля аварийный период поступления у сельскохозяйственную продукцию стронцию снизилось у 2-3 разы, а цезию – у 10-12. По экспертной оценке такие показчики на 55% заслугов ученых. Работы по вертанию забруженных территорий у сельскохозяйственной обороты в институте радиологии протягиваются и зараз. Олег, это только частка доследований. Наш институт радиологии буквально с 2011 года на протяжении 5 лет ведет инвентаризацию земель, выведенных с хозяйственного пользования после Чернобыля. Я отметил, это 265 тысяч гектаров земель. Это огромная площадь. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянко, Телерадуэ, компания «Гомель».